Добрый вечер. Привет. Я так понимаю, что предмет нашей встречи – это премьера фильма «Игра в правду». Я прочитал все, что есть в интернете. Трое друзей, которые когда-то были влюблены все в одну женщину, они собираются… Встречают ее 15 лет спустя. И играют вот в… Да, там сюжет прост. Один из них приводит ее в компанию, и они понимают… Я не буду открывать сюжет до конца и так далее, пусть все-таки хоть небольшой завес флер какой-то останется, но, тем не менее, они приходят к поворотному событию, как в пьесе, так и в фильме. И, наверное, многие люди задумываются. В последнее время, мне кажется, вообще весь мир начинает задумываться о том, что до какого-то момента он жил так, а сейчас начинает жить иначе. Вот я просто, пока мы сидели в студии, я смотрел на эту игру, которая лежит, о которой мы поговорим. И потом вступает поворотное событие, они вдруг понимают, что они очень сильно изменились. Единственное, что может их вернуть к себе, к тем людям, которые хорошо знали друг друга, которые были зажигательны, дружили, любили, они утратили способность говорить друг с другом 15 лет спустя. И, наверное, правда, потому что они были молоды, они были правдивы, они говорили, не задумываясь, они говорили правду друг другу. А сейчас они отдалены этим 15-летием, и они не знают, о чем говорить, как они елят, они закрылись. И они в шутку начинают играть в правду. Это возникает... У меня такой вопрос. Они при этом что-нибудь выпивают? Да, они выпивали, конечно. У них отпущены немножко тормоза. Ну, французы, конечно, да. Ну, французская игра в правду, она отличается от... Она, наверное, более игривая. Мы сегодня думали об этом. Вообще там у них другая культура общения за столом, они иначе общаются. Они могут сесть и говорить на... У них меньше барьеров. У французов меньше барьеров, чем у нас? Да, они говорят на более откровенные темы, которые не являются какой-то закрытой и стеснительной. Они действительно более говорливы. Французский театр, он немножко современный, современный театр, он немножко впереди бежит. Они вообще поактуальнее, я вам скажу. Мы более закрытая культура в этом смысле. И мы сделали нашу пьесу не то, что более тяжеловесной. Мы ее посвятили все-таки русским. И нашим проблемам, и нашему менталитету. Он разительно отличается. В этом, наверное, и прелести того, что мы люди с разной немножко планет, но понимаем друг друга. Поэтому эта пьеса, она так как-то всколыхнула на нас 7 лет назад. Мы написали свой вариант, оставив только наличие... Когда вы говорите «мы», вы кого имеете в виду? Виктора Шамирова, режиссера и автора Кости Юшкевича, Димы Марьянова, Ира Апексимова и себя. Вы тоже участвовали в работе на сценариях? Наша компания, она как бы известна тем, что мы пишем, начиная со спектакля «Леди Снайд», «Мужской стриптиз», «Упражнение в прекрасном». Мы написали пьесу, сняли ее в кино, и позапрошлом году взяли Костю Юшкевич «Лучшая мужская роль» на кинотавре и «Лучший сценарий». И у нас здесь спектакль «Бог», мы пишем сами, а потом это играем на сцене и коррендируем. Это очень удобно, потому что вы, когда уже пишете сценарий, вы четко понимаете под кого. Здесь, кстати, мы тянули спички, насколько я вспомнил. Да, 6 лет назад мы когда садились писать, и когда пишешь, то ты уже придумываешься персонажа, ищешь, в общем, ты борешься за него, отбираешь шутки, подслушиваешь друзей, воюешь. Это реально такое рубиловое, идет позитивное, творческое. Кухня у Вити Шамирова, наверное, нас так всех объединила. И тот момент, когда ты чувствуешь себя небольшим, лысым Стругацким, каким-то маленьким. Правда, и ты придумаешь, это твоя территория. Ты территория воображения, и это территория правильного подхода к профессии, к роли. Потому что ты сейчас не сдержан временем. Это как угодно, ты не назовешь это даже репетицией. Нет какого-то служения. Ты приходишь, и ты выкидываешь, выбрасываешься, исповедуешься очень часто. Познаешь жизнь. Потому что, когда идет такого рода работа, тут же нет правил. Ты играешь в правду, на самом деле. Потому что перед этими людьми ты безбожна откровением. Нечего скрывать. На самом деле, в такие секунды, я помню, на репетициях очень часто мы обзывали даже друг друга. То, что дурак идет, ты что несешь? То есть, там нужно не стесняться, а действительно выговаривать, открываться. А в чем механизм, побуждающий персонажей, говорить действительно правду? Потому что они хорошо друг друга знают, они почувствуют, где ложь. Они знали хорошо друг друга. А когда они встретились в странной ситуации, я не буду описывать причины, которые послужили тому, чтобы они замкнулись и испугались. Выходя из этого стресса, они действительно в игру, они опустились до уровня игры. Они поняли, что это рефлексы, которые ими двигали когда-то. Шуточно, но двигали. Скорее, игра в правду был выход из неловкого положения, в которое они попали. Посмотрев картину, все поймут почему. А дальше они зацепились, и эта игра, это наша русская версия, она вытащила их на откровенные разговоры. Причем, там я не буду обнародовать вопросы, но они достаточно сильные вопросы. Когда мы играем, эта игра начинает во втором акте в театре. Первый акт, он развлекательный. Это комедий-клаб, это о чем говорят мужчины. Семь лет назад мы сделали такой акт. Мы говорим о политике, о женщинах, достаточно жестче, чем у ребят. Мы говорим правду. А лексика? Нормативная. Нормативная лексика абсолютно. Это интеллигенные люди. Я играю ученого в физика и математика. Они исключают. Но один раз во втором акте я чаще ругаюсь. Это нужно для того, чтобы обмануть ожидания зрителей. И это эффект такой бомбочки небольшой. И когда во втором акте начинается игра в правду, зритель получает, конечно, очень неожиданный удар в зал. Потому что мы из хорошего, такого полуэстрадного существования, когда я расслаблен, я понимаю законы, по которым меня развлекают. Со мной шутят на актуальные темы, на современные. Я знаком с этим юмором. Вдруг мы начинаем играть в достаточно опасную игру, потому что мы начинаем задавать друг другу актуальные, сильные вопросы. В том числе и изменок. И люди, сидящие в зале, я вам скажу, наступает такой момент, когда все понимают, что эти вопросы актуальны, они летают по залу. Реально, хочешь, оттолкни его. Хочешь, посмотри в глаза соседу своему. Женели, подруги, и этот вопрос у нее тоже существует. Хочешь, ответь. У нас, лет пять назад, мы когда ездили подальше от Москвы, где-то в провинции играли, бывали драки. Да, женщины чуть-чуть ловили друг друга. Видимо, всплывала какая-то актуальность тем. То есть, там есть существует единение зала. Я вам скажу, когда зал в течение последнего часа пребывает в состоянии откровенности, по крайней мере, самим собой точно. Потому что, когда ты слышишь, о чем говорят люди на сцене присутствующие, ты автоматически, сопереживая им, становясь на их место, ты ведешь диалог с своей совестью, с самим собой, с своим прошлым. Оно там есть. С будущим. Ты становишься, ты находишься там же. И эта атмосфера, она постепенно всех уравнивает, она соединяет. Мы мечтали снять кино на этом теме. Я вам скажу, у нас была всегда проблема. Мы думали, почему мы пишем пьесы, имеем успех. Вот здесь дерево в студии есть. Имеем успех в театре. На протяжении 12 лет. Одна из самых успешных компаний театральных. Но в кино, играя в чьих-то картинах, будучи наемным актером, в хороших, светлом, талантливом кино, мы, тем не менее, не можем сделать от начала до конца продукт, который пользовался бы, по крайней мере, таким же успехом, каким он пользуется на театральной площадке. Мы не могли соотнести. Были успешные комедии, вот, например, о себе говорю, в которых я играл. Но все равно, тот успех, который все время присутствовал в театре, мы сыграли его почти 400 раз, допустим, этот спектакль, он был несопоставим с той реакцией, которую я взялся бы за... Это, я говорю сейчас вообще о любой картине. И вот того эффекта бомбы, который присутствует в театре, никогда нет в кино. Разве что на премьере. Потом картина как-то не была, мы не могли хорошо творчески высказаться, состояться. И когда мы коснулись этой пьесы, начали, конечно, мы когда написали ее, мы сразу захотели снять ее в кино. Нет. Филипп увидел версию нашу. Филипп? Люлюш. Когда приехал в Москву смотреть спектакль, у нас в договоре было, что мы не меняем ни одного слова. Он пришел, они играют в зале на 300-400 мест, играют в течение года каждый день. С одним выходным в неделю и с двумя спектаклями в субботу. Вот такая у них технология. Зал 300-400 мест, там может кто-то закусывать, сидеть. А, вот так вот, а дотковная такая постановка. Да, ну как, вот маленькая сцена. И в разговоре так между кофе прилетает часть 10. Вся пьеса. Вот что такое пьеса. Она мобильная, она французская. Это, там есть серьезные какие-то вопросы и так далее. У нас же он попал в зал на 1500 человек, на два акта, час и час десять, с паузами, с хорошей чеховской, я вот так думаю, такой инсценировкой. По существованию сценическому, это, конечно, по звучанию, это в чем-то чехов. По идее, по развороту, по открытию персонажа. Это просто я говорю о форме, театральной форме, к сожалению, я не могу нас приблизить к Антону Павловичу, у меня не хватит эфирного времени. Но по существованию сценическому, как люди говорят, слышат, о чем говорят, каким тоном, современным, хорошим, саркастическим, трагическим, ироническим тоном, он попал в такой театр. Там имеет значение звук, звучание, мы много отдавались именно такому чеховскому театру. И он сказал, вы знаете, он слушал без переводчика, он сказал, не надо мне переводить. Он слышал зал, и будучи талантлившим актером, драматургом, режиссером кино, он услышал, он все, он увидел эти реакции. Он сказал, я вам отдаю, делайте, что хотите, но права на кино не отдавал пять лет. Бессон продюсировал эту картину, наступил кризис, они остановились, и я все эти годы охотился. Как продюсер, у меня была мечта вытащить ее на экран, эту картину. И я нашел новых друзей, и появился в жизни Лилюша совсем другой страны. Хотя у нас были друзькие отношения. Я зашел вообще через знакомых, узнал случайно, через знакомых, бизнесмены французские. Я оказался в компании, неожиданно, резко, и заговорил с ним, и атаковал, и убедил его продать права. А как вы с ним общаетесь? На каком? На английском? На английском, да. Причем я летал к нему на спектакли. Я прилетел к нему на спектакль, на другой, на спектакль. Он увидел меня, он, ну как, мы приезжали в Москву, мы здесь дружили, я его принимал, мы водку пили. Он приехал в 40-гралстный мороз, в курточке легкой, я снял с себя дубленку. Подарил ему к теплую дубленку, сказал, французы всегда мерзли в Москве. В 12-го года. И мы остались с друзьями, но он, естественно, это его любимая пьеса, она и держал. И когда я оказался, прилетев к нему на спектакль, он меня представил хорошо, в конце спектакля сказал, что переход русский Брэд Питт, издевался надо мной. И потом я его дожал. И мы купили права, официально, за хорошие деньги. И когда он приехал на премьеру, увидел, на днях он запускает картину и начинает снимать ее. Французская экранизация. Да, французская экранизация. Он увидел нас, он отпустил нас вперед. У нас нет прав на европейский прокат. Но она, я вам скажу, по опыту, мы снимали упражнение прекрасное, чего говорить, это кино разговорное. И такое кино, в котором четверо ребят сидят на кухне, во дворе красивого дома и говорят здесь и сейчас. То есть там нет никаких ретроспекций? Там нет никаких, там сделано все супер честно, я вам скажу. Это огромная сложность упала на плечи Виктора Шамира, операторской группы и постановочной группы. Потому что там была бы воссоздана такая декорация, которая трансформируется, очень сложная. И я думаю, это прекрасно было компенсировано. И у нас было много идей. Вывести и сделать ретроспективы, и отъезды, выходы. Ирония судьбы, это же тоже пьеса. Ирония судьбы с лакипаром пьеса, которую модернизировали в кино, сделав сцену в сауне, сделав уличных несколько сцен, дописав. У нас были идеи сделать, но мы пошли самым трудным путем и пошли честно в лоб. Если сделать перевод, то автоматически зритель, иностранный зритель начинает читать. Превращается в читателя, от этого не уйдешь. То есть у нас с упражнением прекрасным, с картиной, которая почему-то никак не может выйти на телевидение, уже полтора года ее купили сразу же, и она соконсервировала почему-то. Она была так. Мы привезли ее на просмотр отборщикам Камского кинофестиваля два года назад. И получилось так, что наши журналисты смеялись, а те сидели и читали. Все читали, видели, понимали, но отставали. И поэтому мы эту картину даже не отдавали в конкурс на МКФ. Она была в программе представлена. Мы не хотели, чтобы с ней кто-то соревновался. Это картина неспортивная. Но если обрекаете на соревнования, у вас премьера 11-го, да? И одновременно несколько очень крепких блокбастеров с вами. У нас нет спецэффектов, с нами бороться без поля. Вот да, здесь вот очень сложно. То есть на какого вы, зрители, хотите подтянуть? Вы знаете, я вам скажу, какого. Вот это вопрос, о котором я думаю все время. Безусловно, это не экшен, и это 600 плюс копий. Для такой картины считается, что это вообще переворот, кульбит, рекорд и революция в нашем кинематографе. Это очень такой трогательный, революционный ход, на который пошла компания «Базилевс» во главе с Тимуром Битмамбетом. Но мы когда задумывали этот проект, я когда Тимура, после трех лет охоты на него, я не знал, в чьи руки отдать вам, честно скажу, картину. Я знаю, у меня много друзей-продюсеров. Я присматривался, пытался... В этой картине мне нужен был продюсер. Именно кинопродюсер. Вы же сами спродюсировали. Нет, мне нужна была компания, которая... Вы не являетесь сопродюсером, правильно? Я сопродюсер этой картины, но я сопродюсер, я не линеен, я не верховен. Я тот продюсер, который соединил талантливый... Я кастинг-директор-продюсера, я так скажу. Понял. Но я понял, кто я. У меня две профессии еще в кино, я локейшн-менеджер еще не был. Я соединяю, я искал. Мне нужен был кастинг-продюсер, я его проводил. Я понял, что мне нужен продюсер особый. Мне нужен продюсер был с менталитетом именно заграничным. Это Тимур, как казах, как американец. Мне нужен был человек, который бы не тянул на себя одеяло. Который бы не подкладывал нас, не тянул вот этот одеяло на себя, оставил его на нас и не тащил бы нас в те рамки российского кинорынка, которые якобы есть. Якобы? Якобы есть. Они якобы есть. Все говорят, якобы есть. Пытаются воспользоваться этими законами. И мало у кого получается. Я считаю, что такие картины должны пускать кровь в хорошем смысле к кино. И они должны быть законодательными. Законодательными вкуса российского зрителя. Он есть. К тому подтверждение 12 лет аншлагов и всех спектаклей, которые мы играем. Все-таки публика, которая ходит в театр, и подростки, которые делают кассу в кино, это немножко разная история. Абсолютно. Это публика, которая ходит на картину. Во-первых, это публика «Любовь морковь на газовое выросла». Это публика картин, о чем говорят мужчины. Это ребята из офисов. Это публика, я не скажу, я уже преклонного возраста. Но я думаю, что это 25 плюс легко. Просто очень-очень легко. Вы знаете, наши картины пользовались всегда популярностью на телевидении. С дикарями из картины у меня была такая же тема. Мы вышли 300 плюс копий. Но это было 6 лет назад. Рынок был достаточно шаток. Вышли в страшной конкуренции. Плохо сработали, плохо сыграли. Собрали. А потом мы вышли на телеке, и мы получили признание. Вот объясните мне этот парадокс. Когда кино называют арт продуктом, и в привычном мейнстримовском течении киноиндустрии он стоит действительно в позиции арт. Но когда оно выходит на телевидение, оно собирает лучший рейтинг. Его любят, его смотрят, его смотрят в интернете, его любит простой народ. Вот что тогда арт-картина и что такое мейнстрим? Я думаю, что российский мейнстрим это надуманная погоня пока за той формой американского рынка, который задал тон в нашем кинематографе. Очень сильный тон. Нас подчиняют их драматургии, кинодраматургии. Не только нас, европейской кинотургии. Все его подчиняют драматургии. У меня такая проблема была с джентльменами удачи, когда мы выпускали картину. Вы имеете в ремейк, да? Да, так его назвали ремейком. Это была ошибка наша. На самом деле оригинальный сценарий джентльменов удачи, он в Америке, в Лос-Анджелесе не был воспринят. Они сказали, это арт-хаус. Это не будет смотреть народ. Картину, которую посмотрело более 70 миллионов человек. В другом контексте, культурном, они смотрели. Понимаете, это разные вещи, о том и речь, о том и речь. И эта картина, как мне кажется, вообще идея игры в правду, как таковой, я сказал в сюжете, да, что они начинают задавать откровенные вопросы друг к другу, тем самым открываясь, о чем наше кино. И в конце это приводит к весомым потерям, соединениям, разрывам и в итоге светлому финалу. Катарсис такой, да, понятно. Да, катарсис. Но, который определяет их судьбу во многом и отвечает на многие вопросы. Мне кажется, весь мир, на самом деле, вот этот парень, который сидел, сидит ли, не знаю, как его зовут, парня, который вдруг заговорил. Сноуден. Сноуден, да. Сноуден. Люди начинают реально играть в правду, и не только у нас. Я говорю, люди начинают, Вики, люди начинают играть в правду, реально говорить о ней. Играть в правду. Играть в правду. Мне кажется, американцы неплохо начинают играть в правду, весь мир завелся. Это такая игрушка, которую придумали для того, чтобы люди, сидя на кухне в обычной компании, могли поиграть, вдруг, как когда-то играли в разные настольные игры. Лото ушло, монополия затихла. И вот появилась новая игра, в которой можно рискнуть и сыграть. Предупреждаю, штука опасная. Там есть четыре полоски. Самая опасная – красная. Я думаю, что надо продемонстрировать, да, вот как-то зрителям, что это такое. Потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз лучше даже из уст Гоши Куценко. Крутоники. Подождите, сначала нужно договориться, мы будем откровенны, степень откровенной. Я точно не, мне не положено. Я не знаю, как вы, но я сориентируюсь. Мне просто хочется продемонстрировать зрителям вообще, как это работает. Давайте вы. Давайте вы, у вас хорошо получится. Да, ну давайте. Так, значит… Это красный. Красный. Вот если бы играли по-настоящему, тогда вам нужно было бы вытащить сейчас красную карточку. Я вытаскиваю красную карточку. Вот, да, вот давайте, доставайте. И отдаю вам. Не, ну это… Или я сам читаю. Не, ну давайте, ну это выкрутили, вы читаете, это ваш вопрос. Например. Я сам себе задаю вопрос. Да, да, да. Что вы хотели бы, но не решаете, сделать со своим партнером в постели? Ну вот здесь я, вот на этот вопрос я могу ответить честно. Я все, что хочу, то и делаю. Вот здесь у меня… Не так страшно. Просто вообще проблем никогда не возникало. Сейчас я крупну. Да, давайте. Так. Синенький, ну попроще. Синенький, они какие здесь? Ну вот синенький, это вот это, да? Да. Да, да. Ну давайте, вопрос на подумать. Пробовали ли вы мясо животного, которого не принято есть? Какого? Нужно подумать. Животное, человек тоже животное. Человек, я тоже. Я подумал. Сразу, да, какие-то каниболистские, да. А что же я-то ел такого, чего, чего, на подумать? Чего не принято есть? Пауза. Я вот недавно с Никитой Михалковым беседовал на вашем месте. Он сказал, главное у русских актеров – это пауза. Мы умеем держать паузу. Главное иметь право на паузу. Да. Ну, ел ли я какое-то животное, которое не принято есть? Ну, вы пили наверняка кровь у своих партнеров. Это тоже, в общем-то, считается. Я сел однажды… Да, я в детстве сел однажды муху, было дело. Мух не принято есть. Я маленький и сел. Не знаю, как в Абранции. Ну, что ж, мы продемонстрировали, во всяком случае, о чем речь. И, что ж, ну, пусть все играют в правду, и пусть это помогает как-то, на самом деле. Ну, да, на самом деле нужно быть аккуратным, потому что правда, она бывает разная. И иногда правда разрушает иллюзии такие прекрасные. У нас, кстати, программа называется «Правда-24», потому что мы на улице «Правда-24» находимся. У нас 24 минуты. Вы понимаете, я говорю, весь мир сейчас пронизан вообще ощущением правды. Вот что-то происходит на Земле, я чувствую, технологии разогнали. Хочу, чтобы для финального кадра вы просто крутанули, а я думаю, что мы ответим уже вне эфира на те вопросы. Опять синяя. Опять синяя. Интересно. И они засиделись до следующего эфира. В детстве вы отказывались дружить с толстыми или некрасивыми детьми? Да. Ну, кто же не отказывался? Я сейчас отказываюсь дружить с толстыми или некрасивыми детьми. Спасибо. 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 Спасибо.